И третий работодатель, о котором я хотела бы сегодня рассказать, это амбулаторная служба по уходу за пациентами или ambulantes flaggedienst. Это вид работодателя, о котором не все соискатели знают. И когда я говорю о том, что есть возможность, например, работать и в таком месте, сразу сыпется множество вопросов о том, что это такое, никогда раньше не слышал, не слышала. Амбулаторная служба по уходу за пациентами – это организация, которая посещает или сотрудники, которые посещают флеги бедертиги или тех людей, которые нуждаются в уходе на дому. Это могут быть как пожилые люди, так и молодые люди, которые нуждаются в уходе. Например, люди с ограниченными возможностями. И амбулаторная служба существует абсолютно в разных городах – и в больших, и в маленьких городах. В Берлине, например, в большом городе сейчас насчитывается 663 ambulantes flaggedienst. Это довольно большое, такое внушительное количество. Но, насколько я знаю, большинство из них в основном состоят из одного основателя – это главная медсестра и, возможно, еще одной медсестры, которые обслуживают максимум 20 пациентов. И вот такие маленькие амбулаторные службы работают по многу лет. У них постоянные есть Kunden, которых они обслуживают довольно большое количество времени. У каждой амбулаторной службы есть офис. День рабочий начинается с того, что сотрудники приезжают в этот офис, медсестры, и у них, как правило, довольно рано, в полседьмого или в семь часов утра уже планерка, они получают задания, flagepläne, да, такие планы в руки и едут, согласно этому плану, садятся в машину. Им в основном предоставляется машина от амбулаторной службы. Они садятся в эту машину и едут по туру, который у них на сегодня запланирован. Это может быть, например, 4-5 пациентов, которых они должны посетить. Они знают, где эти пациенты, конечно же, проживают и приезжают на дом, проводят флеги, меряют давление, например, выдают таблетки, смотрят, все ли у пациента хорошо, говорят с этим пациентом, заполняют документацию и едут к следующему пациенту. В основном амбулаторные службы работают в две смены. Это или с раннего утра до 2-3 часов дня, и потом с обеда приходит смена. У них тоже начинается рабочий день или их смена с планерки. Они получают туры, получают задания и первая смена оставляет машины возле офиса. Сменщики приходят, садятся также в эти машины, у каждого есть доверенность и едут снова по турам до позднего вечера, работают. Какие же требования у работодателя для такой работы? Во-первых, можно начинать с довольно низким уровнем немецкого, уровень А2-Б1. Во-вторых, обязательно, как вы уже увидели, нужны водительские права. Если амбулаторная служба находится в большом городе, это не обязательно для некоторых работодателей, то есть наличие водительских прав. Можно вначале ездить в туры на общественном транспорте и со временем уже возможно получение водительских прав. И здесь вот интересная такая особенность, что такие работодатели в основном, не все, но в основном покрывают расходы на получение водительских прав для своих сотрудников или частично или полностью, а получить водительские права в Германии довольно дорогое удовольствие. Стоимость может варьироваться от 2 до 3 где-то тысяч евро, это довольно немаленькая сумма. Поэтому если вы хотите работать в такой организации, в амбулаторной службе по уходу за больными, вы можете еще дома во время изучения немецкого языка получить водительские права, которые просто позже можно подтвердить. И у вас, конечно, шансы получить такое рабочее место увеличиваются. Начинать соискатель работать будет тоже Пфлеге Хельфа, то есть это помощник медсестры. Что это значит? Это значит, что ездить по пациентам или проходить тур вы будете в сопровождении медсестры параллельно обучаться, знакомиться с клиентами этого медицинского учреждения. Подтверждение диплома в таком учреждении, скорее всего, покрытие дефицитов будет проходить с помощью сдачи кентниспрюфунг. Это тоже посещение курса по подготовке кентниспрюфунг от 6 месяцев. Unschlistened или в конце вы сдаете экзамен и получаете полное подтверждение. Потому что организация практики при больнице просто невозможна или связана с какими-то трудностями в основном. Если у вас остались вопросы или вы бы хотели получить больше информации, я так довольно поверхностно рассказала о том, какие работодатели бывают и о требованиях работодателей. Может быть, вы хотите узнать о проблемах, которые чаще всего возникают у того или иного работодателя, если соискатель начинает работать. Или с какими проблемами, задачами встречаются чаще всего наши соискатели, когда начинают работать у того или иного работодателя. И просто, если у вас есть вопросы, оставляйте их под этим видео. Возможно, вам хотелось бы узнать об особенностях работы в других лечебных учреждениях. Напишите, в каких. Я с радостью отвечу и расскажу вам об этих особенностях. Я желаю вам успехов при изучении немецкого языка и здоровья. Самое главное, увидимся с вами в следующих видео. Пока!